Мировые звезды фигурного катания готовятся к выступлению в ледовом шоу «Друзья Дениса» в память о бронзовом призёре Олимпийских игр. Невероятное представление пройдёт 20 июля на льду Алматы-Арены. Его телеверсию можно будет увидеть в эфире телеканала «Хабар». Как говорят организаторы, каждый номер пронизан трогательными воспоминаниями о Денисе Тене. Кстати, участники шоу будут выступать под музыку, которая выходила в программу прославленного казахстанца. Творчество Дениса Тена продолжает жить так же, как и светлая память о его ярких выступлениях, достижениях, победах и мечтах. 20 июля во дворце Алматы-Арена поклонники фигурного катания увидят потрясающие представления. На льду будут исполнены сложные акробатические трюки, увидят зрителей выступления воздушных гимнастов. Мировые звезды специально приедут в Алматы, чтобы подарить людям сказку. Сказку, которую когда-то стал создавать Денис Тен. У меня очень много ярких воспоминаний, связанных с приездом в Казахстан. Тен нашел, потому что всегда, когда я туда приезжал, я себя чувствовала как дома. Он был очень образован, он был интеллигентный. То есть таких людей, честно говоря, как Денис, мне кажется, очень мало на земле, уж в фигурном катании, в мире фигурного катания, я не знаю таких, как он. Впервые ледовое шоу Дениса Тена зрители увидели в 2013 году. В нем все было продумано до мелочей. Легендарный спортсмен создал оригинальную концепцию, которая позволяет и сегодня, когда нет самого Дениса, ставить на льду новое шоу. Кстати, во втором отделении фигуристы выступят под живой аккомпанемент оркестра, который еще ярче подчеркнет всю красоту ледового представления. Еще друзья Дениса расскажут зрителям, какой след в их жизни оставил прославленный казахстанец. Мне посчастливилось быть, наверное, единственным, кому он ставил программу, и именно соревновательную. Да, я ему чисто даже по-человечески был очень благодарен, так как он мне в этом очень плане помог. У нас буквально было 4 или 5 дней, которые я провел в Астане и в Алмате, и человек умудрился, ставя свое шоу, еще и мне программу поставить. Это говорит прежде всего об его коммуникабельности, уме, и, в принципе, человеческих качествах, что самое важное. Денис Тен оставил после себя невероятно яркий творческий след, ведь он был не только сильным и талантливым спортсменом. В свободное от фигурного катания время он придумал сценарий к фильмам, сочинял стихи и записывал песни. Кстати, 20 июля на Алматы-арене всем гостям ледового шоу подарят сборник стихов Дениса Тена. Анастасия Валикжанина, Дана Нуржанова, Александр Любителев, Хабар, 24.